Сразу 15 тысяч первоклассников сели за парты в Донецке. Школьникам подарили особые дневники. В них очень много обучающего материала. Создатели говорят, аналогов книжкам нет в Киеве. Одни знания в Донбассе. Сергей Макаренко. При подготовке к учебному году в Министерстве образования и науки ДНР рассматривалось несколько вариантов развития. Вплоть до перенесения начала учебного года, как это было, например, в 2014 году. Но, несмотря на все опасения, в этом году дети пошли в школу все же вовремя. Летом я очень переживал, что не смогу увидеться с друзьями, прийти на первый звонок, как это было в 2014 году. Но я очень рад, что все сложилось хорошо. Мы сейчас уже имеем опыт большой для любой формы обучения. Очно-заочной, очно-дистанционной. То есть эти все моменты у нас отработаны. Во время последней встречи контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня, которое должно наступить в полночь 1 сентября. Вот что удалось запечатлеть нашей камере на окраине Горловки за час до перемирия. Вдоль всей линии столкновения на Донбассе обстрелы прекратились ровно в 12 ночи. Как и договаривались. До 12 часов там с АГСов постреляли, с подствольников. Ну так, в принципе, ночь была спокойная. Сегодня же еще 1 сентября, у них сегодня же там прекращение огня должно быть. Может быть, из-за этого и ночь была спокойная. Благодаря установившемуся перемирию по всей республике сегодня за парты сели почти 134 тысячи школьников и 34 тысячи студентов. Не прозвучал первый звонок лишь в нескольких школах. Тех, которые повреждены обстрелами или как это, которые находятся в так называемой зоне риска. Сергей Макаренко, Павел Чуприна, Александр Левин. Лайф из Донбасса.